Сказали ему, что нам до того, а не там. На этот книг я вчера давал небольшое пояснение, но на другие слова сегодня. Что нам до того? Это сказали люди духовные, те, которые были очень заинтересованы в сотрудничестве с Иудой Скариотским, которые практически приняли его на работу, зарплату ему выдали. Но когда у человека появилось раскаяние, и раскаяние очень тяжелое, он понял, что творил. А вот теперь они устраняют, а нам что до того? Смотри сам. Иуду смотрел, а теперь дьявол повел его, повел его к дереву, накинул петлю. Почему они так ответили? Я стал смотреть у святых отцов и тоже не нашел ни у кого. А чего тут объяснять? Просто остолкнул его и все, радовал пользованием. Они его использовали, и дальше отработал, иди куда хочешь. Оказывается, это давняя история безразличия в жизни человеческой. Господь предупреждает человека тогда, когда еще греха нет. Он какие-то препятствия ставит, совесть, мучает, размышления. И говорит, где брат твой, Кай? Ай, почему ты его нет сейчас здесь? А я что, сторож брату моему? То есть он не отвечает ни за брата, ни за что. Ну Бог-то ведь знает. А мы все отвечаем друг за друга. Хочешь ты, не хочешь, но придется отвечать за все, что нас окружает. Вот проходишь мимо стендов милиции, написано, не проходите мимо. То есть ты должен в этом принять какое-то участие. Ты не будешь к возняком, пролетел, меня не касается. Нет человека в храме, есть он здесь, верит он, не верит, какое отношение, все имеет отношение. А я буду молчать. Написано, молчание золота. Хорошее слово. Но где молчать? А написано, молчанием предается Бог. Просто молчал, ничего не делал, Бога предал. А почему это мог повлиять? Григорий Богослов. Молчанием предается Бог. Это человек, поступающий неправильно, потому и оказался рядом со мной, чтобы я помог ему выбросить. Он потому и оказался в этой местности, оказался поэтому в моем доме, близкий мне. В первом послании к Коринфянам, 15.33 считаем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. С кем поведешься, от того наберешься. А что нам до того? До того, что один корень возникнул в горьке, смотрите, чтобы не отравил другие. Мы же заботимся о том, чтобы пища была не отравленная. Но и пить его бывает отравленным. И сказать, что мне это все равно безразлично, это может только и неверующий, но верующий этого сказать не может. Ян Батолус говорит. Меня упрекает, что вот я говорю о пьянстве, а люди пьют. Притом, видимо, окно у него было низко. Когда он говорил, плохо, это они показывают. Ну, смотрите, в пивнушку пошли. Пиво-то жигулевское, вкусное такое. А я на то, что он говорит, а я не говорил, что всех сумею убедить. Ну, хоть некоторые-то сумеют. Ну, никого же сумеют, но вы-то ведь не пошли, я вас все-таки закрепил. Но если ибо вы уйдете, но перед Богом моя награда не пропадет. Я стучал и стучал в это. Я постоянно говорю. Не посещающий охрана раздевает мать. У нас на высушении всего два раза в неделю. Всего. Хотя, по сути, это дело, вы каждый день должны были выпить хотя бы одну молитву, собравшись вместе во свете твоего утренцвета. Хотя бы и это утром пропеть-то. А сказать, да мне какое дело до него? Я ему сказал, он не идет. Я другой вопрос ставлю. Вы верите в то, что был на земле Иоанн Затауст? На литургии его. А он кто был, Иоанн Затауст? Ну, мы скажем, святитель, патриарх. А я еще скажу, он был патриотом своей Родины. Он был любящим отцом. Это не провокатор был. Нет. И он был мирным. А послушай бы его проповеди. И он говорит, ты пошел на слон, два человек дома копается и едет. Субботы вечером поехал на поле. А ты стучи Василеги. Ударил его за день ра. Посмотри, ты чему нас получаешь-то? Нас все равно разбирать это будут. Как Наполеон говорил, главное вмещаться в браку. А там дальше видно будет. И когда спросят, почему же ты, мирный человек, это устроил, ты ответишь, душу спасаешь. И получишь похвалу от Бога. Но это же хулиганство самое настоящее. Подсигновение на личность. Конвенция прав человека запрещает. Да, ты все правильно сказал. Но с духовной стороны посмотри. Когда человек умирает, душа вышла из тела, он видит вокруг демонов. И они увлекут, это мотарство будет не пройдено пренебрежение церкви. Это раздевание матери своей. Потому что мы являемся листиками. Пришел в церкви голо, никого нету. Ты будешь кровавыми слезами плачать. Ты скажешь, почему за волосы меня не тащили в рам? Вот что написано. Так зато устрепил людей или нет? Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Он не простым голосом говорил. Воспламененный человек, знаете, как говорит, он на нотах, на таких высоких нотах. А его упрекает, ну, как ты говоришь, да разве можно так говорить, прям готов схватить, затащить. Готов схватить и затащить. Вы меня правильно поняли? Я, Павел говорит, нет ни одного человека, который под разными причинами не приходил бы в рам. Не шел бы на собрание детей Божьих, я бы не воспламенялся. Который отступал бы от церкви, я не горел огнем за него. Я вступлю в битву с любым, кто бы он ни был. Я говорю, вчера видел человека, у которого нет друзей ни одного. Но у него и врагов никого нет. А зашли к соседям, они отмахнулись только и все. Никому не нужно. Мы-то, может, давно трупу никому не нужны. Проповедуя слово Божие, мы должны его знать. Как просто быть друзьями. Напоминаю обстановку. Два царя сидят, рассуждают идти на войну или нет. Советуются. Военные стратегии рядом. Советники. Но тогда больше обращали внимание на пророков. И все при том пророке, до одного священника, московской патриархии, или как их назовем. Все говорят, надо танки освящать, знамена освящать, идите воюйте. Все будет. А у царя немецкое сердце трепещено. А может еще кто-нибудь по-другому скажет? Ну хоть и скажет, так нас-то сколько пророков. Нас 450, а он один. Ну, давайте, реперендум устроим-то. Он говорит, не говори так, послушаем. И он один шел. Ведь он шел из дома, допустим, не женатый был. У него дом был, когда хотелось вернуться на свою пользу опять вечно. Может тогда уходим. Ну эти охоты, все прибрано у нас. А если жена? Жена ждет, репетишки. И рядом посыльный наговорит, ты скажи, как тебе награду получишь. Скажи, как тебе повышенная пенсия будет. Ну ты как все, скажи, благо будет. Нам земли новые придут. Я скажу, что Бог мне положит. Вот в духовной стране он посмотрел. Кто из короля заглянул? И первое, что он сказал, вижу, народ рассеянный, как бараны, как овцы по горам. И пастыря нет. Пастыря нет. Да четыре тысячи только священников служат. Ни одного нет. Рассеянный. И никто не ищет рассеянных овец. Разницы есть никакой. Выпивают, не выпивают. Что нам пиво какое-то разжигательное? Для верующих все имеет отношение. Я вам говорю, радует до вашей души. Соблазна. Мы перед сектантами рот не откроем. Я знаю тысячи сектантов, которые в рот не берут никакого алкоголя. Они любят Бога. Что мы им скажем? Мы пиво пьем. Зачем оно тебе нужно? Там градусы есть. Это вредно. Это расширяет клетки тела. Ты начнешь сполнять. Пощупай себя маленько. Ты посмотри, что с тобой уже делается. Будьте внимательны. А тебе это нужно говорить? Умрешь и знаешь. Бог подведет, когда нам баланс. И поэтому Слово Божие говорит, прище 24-7. Каковы мысли в душе его, так вот его. Это люди не искренние. Они говорят, не ошибей. Но сердце его не с тобою. Надо быть монолитным. Вот как ты говоришь, и под глаза то же самое, и в глаза то же самое. Не всти никогда. Заботься. Каждая душа, которая с нами соприкасается, она чего-то от нас может получить. Встретишься с кем-то, а чем я могу быть им полезным? Я говорю, что он не трезвый. Ну чем-то может. Ты знаешь, что будешь читать Евангелие Буду? Вот Евангелие. Ну еще, еще что-то. Ну хоть немножко зацепись-то. А мы же не знаем, а может душа начнет выкарабкиваться. Ты хочешь из этого состояния выйти? Можно очень. Ну вот зови Господу. Ну нельзя было молиться, человек не трезвый. Но Евангелие уже осталось там. Теперь только одно Господи, через слово повеложение. Подъезжаю сегодня к храму. Мой давний знакомый много мне помогал. Сбился с пути, ушел в сектанты. Притом в дурнее сектанты. Совершенно никакие. Там мормоны. Наконец возвращается. Сейчас в больницу попал. Теперь как говорили. Ты понял, что понял все? Ну там я думал инсульты или что-то. А как выйти из этого? Пост начинается с понедельника. Больше поклонов. Ешь один сухарик утром. По сухарикам в обед. И на кощак ложись. Отойдет все. Это толгрюхо-то сползет. Сало уйдет. Ты начнешь господствовать. Во сколько ложишься спать? До 7 вечера. До 2 рамок. Всем-то ложишься. Это еще курица ходит по улице. Ты начни славить Бога. Ты понял, что это сигналы, троги, смерти звучат. Понял это. Поэтому начинаю молиться. Молиться можно в любой условии. Сейчас ты в больнице. А кто пойдешь на кладбище? Я тебя не понял. Я тебя умоляю и прошу. Прежние твои дела, чтобы Бог припозвал, как укорнили. И Бог выведет тебя. Мне не безразлично. Твоя душа. Я сказал, что ни одного дня не ошибся, я тебя не помню. Ни одного дня не было, чтобы тебя молить, и имя твоего не поминал. Почему? А ты мне когда-то помог. Что интересно, я прочитал такое, что когда наступила Советская Власть, запрет был. Храмы рушили, все. Но от Ленина специально было дано угрыше такое, что в партии находящейся может молиться, ходить в храм, который в особо трудный период времени в партии особо великие заслуги оказал здесь. Он же специально это все узнал. Особые заслуги, такие как Верзели, который помогал бежавшему Давыду. И он потом, как взял его за стол и держал. Может, наши родители были верующие. Может, ради них нас Бог привел сегодня сюда. Нам это все должно быть небезразлично. Деяние 18, 15, 17. Но когда идет спор об учениях и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть студией в этом и прогналах от судилища. Вот люди, которые ходили в храмы, сегодня не ходят. Вы беседуете с ними, говорите, не делайте с рабами человека, иначе вы этого не слышите ничего. Не прогонять, а звать. Молитвы нет такой, чтобы человека выбрасывать из храма. А звать такие молитвы есть. Молитвы нет на закрытие храма. Молитва есть на открытие. Молитва есть на то, что так, друзьями, будьте едины. Но есть же правила, такие не молитвы, херетика. Ну, в первую очередь, я не еретик. И батюшка не еретик. А во-вторых, когда апостолы проповедовали, они молились со всем миром. И молитва твоя никогда не оскверниться. Нельзя понимать ее в хвостки. На полпоклона кожи кланяйся. Да у Бога разве неизвестно это все. Ты скажи так, мнение безразличное, душа твоя. Я не могу сказать, разбирайся, сам смотри. Итак, человеку бывает достаточно, что чуть-чуть его тронуть, и он уже готов. Ну, ты не можешь молиться, не молиться. Стой, слушай хотя бы. Правила на то, что нельзя слушать проповедование, читать Евангелие, нет такого. Хотя правила есть не молиться с херетиками. С херетиками. Почему же ты объявляешь меня юридиком, когда я признаю трону, считаю древнюю, потом считаю цапку полностью, без всякого сокращения. Никто не должен быть для нас безразличен. Бытие 42.22. Руим отвечал, он и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отракова. Но вы не послушались, в вопрос его взыскивается. Вот просто взыскивается. А небезразлично было тогда, когда бросали Иосифа. Почему тогда бы и не подумали о нем? А вот теперь все это пришло. На Иоанность пришло, это тоже не случайно. И когда к нам что-то приходит, никто так глубоко не будет копать, как сам человек. В жде святых написано, когда было сказано ему, копай, он покопал, он появился, голос снова с неба, копай глубже. Еще копает, и снова голос, копай глубже. Надо копать глубже в своей душе. И думать, почему меня постигла бацета, почему дети такие неверующие, почему что-то не ладится где-то. И Бог обязательно заведет с обратной стороны для славы своей. А для Бога просто восстановить. В один день Бог выметит, у тебя ни одной не будет скотины. И в один день вернет сгоя больше, как у него. На палец сожгли, ничего нет. И опять в оголе, с два раза больше. Написано сгоя больше. А почему? Бог испытывает. И не сказал он ничего худого. И его дяди пришли и не сказали, что нам что-то того. Это его постигла, а не нас. Они семь дней молчали пришли, семь ночей. Молчали, конечно, молились. И Иеремия 26.15. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинный укроп возложите на себя и на город, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам. Я это местный раз считаю. Ведь он сказал это не потому, что боялся. Только. Хотя как человек, он тоже боялся. Но потому, что он говорил. Вслед за моей кровью весь город будет отвечать. Весь Иерусалим будет исполняться. Царя Николая расстреляли. Говорят, туда ему и дорогу. Плохой царь был. Царя потащили на Голгоху. Расстреляли девушек. Расстреляли мальчика. Но вслед за царем Николаем пошла вся Россия на Голгоху. Не забывайте. Ну ладно, расплачивание не все. Но в войну буквально всех похватили. Репрессии всех захватили. Никакая должность не могла спасти. Почему? Хранить им крови. И уже сказали. А тогда если бы вставить, сказали, безразличное участь Романовых. Оставьте. Смотрите, королева Вангой по сегодняшний день. Большими имениями владеет. Хотя у них власти то и нету. Парламент решает. Но они сохранили. Королева в Ниделландах. Почему нам надо было это все делать? Расстрелив и уничтожать. А теперь нам не выбраться из этого. Пока не будет, может быть, действительности мирного покаяния. За пролитую кровь. Евангелие от Матфея 27-25. Я считаю, Евангелие от Матфея. Им очень часто пользуется апостол Павел в пророке. Вы знаете, кто его перевел? Если не знаете, услышьте, запомните. Самая популярная книга в Библии в Салтырье. Ее читают все. Я ее иду на русском языке. Евангелие от Матфея самая популярная. Обе эти книги перевел Герасим Петрович Павский. Профессор Герасим Павский. Ладно, имя запомните. И, конечно, он еще и не канонизировал. Для меня он святой. Про себя хотел сказать. Господи, воздай ему милостью твою. Какое он благо сделал. Как чудно он перевел эти книги. Самые популярные во всей Библии. Я каждый день касаюсь их. Его нет, а я к нему обращаюсь. У меня не хватает ума. А он знал о себе языке. Он так перевел. Я как бы вижу его мне, а сосед мой. Говорю, Герасим, благодарю тебя. Какой я был бы слегкой. Какой без языки без тебя. Ему, Герасим, было не безразлично, куда применить свои знания. Он не просто был профессор в Санкт-Петербургской академии. Он наш профессор. Он через сотни лет шагнул к нам сюда, в поселок. Ему не было безразлично. Он не мог сказать. А нам что до того? Смотрите, сами неграмотные. Его преследовали. Его сняли с должности. Он был воспитанник царевича. Ни на что не посмотрели враги и слово Божие. А он тайно переводил и перевел весь Мерсий Завет. Какие у нас примеры у русских людей, которые не могли сказать, что им что-то безразлично. Титул 1.16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрядаются. Будущи гнусны и непокожны, и не способны ни к какому доброму делу. Какие у нас есть таланты? Их на молитве перебирать и благодарить Бога. Я просто говорю, делись опытом. Господи, я благодарю, что ночь прошла и разум сохранил, я не умер. Почему? Когда я в Макоуз говорю, в церкви хлопали в ладоши. И в молитве считаем, отпущите руками. Это у нас, когда я хлопаю, смотри, как так в храме хлопают. Это постоянное подписание в церкви было, то, что одобряли проповедующие. Макоуз говорит, я этого не требую. Главное, чтобы таланты были надзидаемыми всех нас. Что-то услышал, прочитал, поскорее с кем-то поделись. И заглянись с другой стороны, а что в этом вскрыто. Сегодня у нас опять будут занятия. Сейчас выйдем в храм, и будет сказано, когда и где. Нам не безразлично, и поэтому мы ведем занятия. Нам не безразлично, и сегодня поедут соседи, и сегодня наши благовестники. Нам не безразлично, мы кого-то приглашаем сюда. А кому безразлично, это родство с теми, которые Иуду оттолкнули. А они могли вместе с ним в пасть и сказать, что мы натворили. Мы на целое тысячелетие израильский народ отбросили от Христа. О, Владыка Еба, прости. Они могли с Иудой вместе покаяться, и Христос Иуду простил бы, и народ израильский не терпел бы миллионные жертвы. Не было бы этого холокоста, и не было бы преследования во время Виктора и Сталина. Итак, со слов первосвященников и советников мы научаемся многому. Не быть безразличным к тому, кто впал в беду. Господи, соделай нас такими, каким был великий Златоуст и святые отцы, как апостол Павел. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok